Уважаемые братья, уважаемые сёстры Да сделает Всевышний Аллаху Тааля этот мажлиц причиной, чтобы он смыл наши многочисленные мажлицы, где мы проводим в грехах, в гибете, в мутане, в оплате. Такие мажлицы у нас бывают намного чаще, чем такие благодатные мажлицы. И мы нуждаемся, чтобы Аллаху Таалла смыл их благодаря таким мероприятиям. Пусть такие мероприятия у нас будут часто и с пользой, чтобы мы отсюда расходились. На самом деле, мусульманин, когда мы говорим «я мусульманин», это такое ответственное слово, потому что мусульманин верующий, он имеет столько качеств, о которых мы даже порой не вспоминаем. Аллаху Таалла в Урране, аятах, алейхиссаляту вассалям, пророк в своих хадисах описал, какими качествами должен обладать человек, чтобы он был верующим, он был мусульманином. Главное из которых является, после веры в Аллаху Субханного Таалла, конечно же, благие нравы. Благие нравы этим отличаются истинные верующие от того, кто уверовал своим языком устами. Ибо говорит, что он мусульманин и произносит «Ла Илла Илла Аллах» могли и лицемеры, которые жили во время пророка, но нравы у них были очень непохожие на нравы мусульманина. Аллаху Субхану вассалям, наш пророк Мухаммад, является образцом, эталоном благонравии. Все эти качества мусульманина, о которых говорятся в Коране и в хадисе, были в нем в самом совершенном образе собраны. Аллаху Субхану вассалям об этом в Коране говорит. Больше этого, что может быть, это свидетельство Аллаху Субхану вассалям, что пророк Субхану вассалям обладает самыми благими, самыми величественными нравами и высокой моралью. Он сам подтверждает, Аллаху Субхану вассалям, что причина его, один из причин. Есть такой вариант этого хадиса, есть. Аллаху Субхану вассалям меня отправил, чтобы я усовершенствовал лучшие нравы. Давайте послушаем. Аллаху Субхану вассалям говорит в Коране, который должен быть верующим человеком. Бисмиллах Рахману Рахим. Один из аятов. Посмотрите на эти прекрасные нравы качества мусульманина, которые Аллаху Субхану вассалям в прекрасном Коране, прекрасными аятами описывает. Смысл этих аятов, опираясь на тавсир Ибн Катира, приведем «Повинитесь Аллаху Субхану вассалям и его пророку, если вы уверовавшие». Первым признаком, отличающим верующего от других, является его повиновение Аллаху Субхану вассалям и его пророку. «Далее описывая их, уверующими являются те, которые при поминании Аллаха в их сердцах вселяется страх божественного наказания, и они исполняют его повеление и остерегаются его запретом, когда им читают его аяты». Второе. «Когда Аллаху Субхану в своем аяте нам напоминает о своем наказании, если верующий человек, он этого наказания боится. Это признак верующего. Не просто послушал аяты, потом сразу их забыл. Уверевшего человека при чтении аятов, в которых говорится о наказании Всевышнего Аллаху Субхану вассалям и его сердце должно наполняться страхом. Ибо Аллаху Субхану является обладателем безграничной милости, так же он является обладателем безграничного наказания, если он этого пожелает. Если человек знает обе качества Аллаху Субхану, конечно же, он будет бояться тоже. Там на втором этаже у нас сестры, по-моему, разговаривают и мешают, братьям слушают. Просьба, чтобы они перестали разговаривать. Далее Аллаху Субхану говорит в этом же аяте. Когда они слышат аяты, рассказывающие о наказании Аллаху Субхану, их сердца наполняются страхом. А когда они слышат аяты Курана, в котором говорится о милости Аллаху Субхану, их сердца наполняются надеждой. Он, мусульманин, должен быть между страхом и надеждой. Страх от наказания Аллаху Субхану и надежда на его милость. Но надежда на милость должна опираться на деяние. Не просто надеялся. Для надежды необходимо иметь основу и опору. Например, если человек хочет осенью собрать урожай, он должен его весной садить, сеять. Не посеял урожай, ожидать, что он будет собирать урожай осенью – это глупость. А если он его посеял, за ним ухаживал, поливал, необходимые мероприятия принимал, тогда он ожидает, что Аллаху Субхану ему даст осенью урожай. Вот это и есть надежда. Что означает? Не просто так взял, внешне исполнил намаз. Нет. А такие люди, которые исполняют намаз, исполняют все обязательные условия, арканы, сунаны, облады, хайаты. И самое главное, имея в сердце худур, когда он стоит на ковре, на ковре, он знает, перед кем он стоит и с кем он общается. То имущество, которое Аллаху Субхану его наделил, он не держит его запасы напрок, он его расходует. Расходует, выплачивая обязательный закат, также расходует, выплачивая желательные садака. Это мы для чего рассказываем? Для того, чтобы мы себе оставили вот эти рамки. Влезем мы туда или же не влезем? Далее. Далее описание верующего человека. Когда человек попадает в какой-то грех, ослушание, он об этом сожалеет и делает покаяние. Покаяние – это признак верующего, потому что он знает, кого он ослушался и против кого он пошел. Поэтому он сожалеет об содеянном грехе и провел покаяние. Просто вот его простит. Аль-Абидун. Ибадат – это не только стоя на курике сделать поясной и земной поклон. Ибадат проявляется во всем. О чем ты говоришь? Твои слова кого-то задевают и не задевают. В твоих словах есть польза для тебя и для других, или же наоборот вред принесешь своими словами. Они намазы совершают поклон земной и поясной. Когда они видят на каждом шагу происходящее зло, они на это не смотрят свой пальцы, а на это обращают внимание. И также они повелевают добром и запрещают, не запрещают, но говорят, что это нельзя. Они все рамки, шариата, все те границы, которые установил Всевышний Аллаху Та'ала, не переходят. Вот такие верующие, которые имеют вот такие свойства, Аллаху Та'ала для них радостную весть объявляет. Они их ожидают в раю удовольствием Всевышнего Аллаху Та'ала. Далее, еще один аят почтем, даже если у нас время много уходит. Бسم الله الرحمن الرحيم Дальше описание верующего. Они те, которые совершают намаз со смирением сердца и тела. Тело, понятно, во время намаза, несмотря на разные стороны, не делает такие движения, которые портят намаз. А сердцем, чтобы у него в сердце было понимание, что он совершает намаз Аллаху Субхану Та'ала, худло, что и было. Которые отвернулись от бесполезных дел и разговоров. Посмотрите, какой важный сифт делает Аллаху Та'ала для муаминов. Которые отвернулись от бесполезных дел и разговоров. Давайте, братья и сестры, обратим свое внимание, какие будут наши разговоры. Полезные будут они или же бесполезные? Были бы бесполезные, тоже ничего. Они будут вредны. Вредны для себя, вредны для других, вредны для ислама мусульманиного в целом. За эти слова мы можем падать в самое дно ада. Потому что Пророк Харлакий Сау сам говорил, что мы своими деяниями нашего языка, наших устов, падаем в самое дно ада. Поэтому образ мусульманин, который следит за своим языком, о чем он говорит, о ком говорит, плохо говорит, хорошо говорит, Аллаху Та'ала разрешил, только говорит или не разрешил. Закат здесь имеет несколько значений. Закат. Первое, это то, что Аллаху Та'ал обязал, обязательный закат. Второе, это то, что мы, ну, наша благотворительность. И третье, это закат, очищение сердца, нравов, характера. А люди, которые стараются очищать себя от вредных привычек, от вредных нравов, от вредных, бесполезных слов и деяний. Вот это, вот это, вот это слова, вот, это очень важно для нас, чтобы мы старались очистить свои уста, свое сердце от вот таких ненужных разговоров. А если они будут перехадить чертида золеного в отношении женщин, они будут тогда сами себе они загнали наказание адам. которые, то, что им доверили, они возвращают. И которые дали слово, заключили договор, тоже исполняют. Это очень много таких аятов здесь, которые описывают образ мусульманина, которым должен быть мусульманин. Теперь мы посмотрим, какими явлениями мы с вами, дорогие братья и сестры. Наши деяния соответствуют ли вот этим описаниям, которым Аллаху Таиллу описал, описал верующих. Вот я себя ставлю, и во всем я вижу противоречащим этим установкам, себя во всем. Потому что мы намазы завершаем, лишь бы, ну, сделали. Выплачиваем закат, когда за нами бегает ответственный закат за закатом, который Муфтият показал. Или же наши слова, где бы мы ни сидели, где бы мы ни за чашку чая, за чашку кофе, или просто так собрались братья, разговоры, о чем бывает. Бывает гибет, бывает бутан, бывает кляузенчаем. В общем, вот эти описания, которые описывает Аллаху Таиллу Му'мина, у нас отсутствуют, либо они внешне. Что-то делаем, что-то не делаем. И теперь посмотрим насчет аята, который Аллаху Таиллу нам говорит о нашем самом таком важном грехе, который мы совершаем. О верующие, вы остерегайтесь большинства предположений. То есть не предполагайте о других людях плохое. Если вы точно видели, точно не знали, не предполагайте о других людях плохое, потому что большинство предположений, они будут несоответствующими истине, они будут неправильными. Валя Тачасасу, вы не ищите недостатки других Тачасасу, не следите за другими людьми. Вы друг за другом гибать не делаете. Теперь посмотрите вот здесь. Эта сторона, вот эта аята. Что мы думаем плохо о других. Бывает у нас? К сожалению, не бывает. Так не поступаем. Мы для других оправданий не находим. Для себя, да. Для других мы обвинители. Ахмад Афанди, наш муфти, под осознавшим, часто говорил, мы должны быть для себя, для себя, по отношению к себе прокурорами, обвинителями. А по отношению к другим должны быть мы адвокатами. А у нас наоборот происходит. Мы для себя адвокаты, а для других обвинители, прокуроры. Аллахат говорит, вы остерегаетесь думать о других плохо, потому что то, что вы предполагаете, в большинстве случаев он бывает наоборот. Аллахат нам говорит, чтобы мы подначили к своей семье, к своим близким, друзьям, товарищам, мусульманам, думали только о хорошем. Однажды пророк Аллахи делал тавав, ибн Умар рассказывает, я, говорит, видел, как пророк Аллахи совершал тавав вокруг Кааби, он говорил, какой величественный и какой у тебя красивый запах благовония, и как ты для Аллахат дорог, и как ты Аллахат тебе возвысил, Аллахат говорит, он, то есть пророк Аллахи конес имен Аллахи говорит, даже если ты настолько дорогой для Аллахи но ему еще дороже мусульманин его жизнь, его кровь, его умышленность, его достоинство для Аллаха дороже, чем Кааба дорогие братья мы часто об этом забываем и для нас мусульманин не то, что он дороже для Кааби для нас он даже ниже чем животные если он был для нас дорог мы о нем так плохо не думали бы плохо не говорили бы не делали бы будто не ставили бы особенно это касается когда это происходит по отношению к хорошим богобоязненным людям к алимам это я не оттого что я сейчас выступаю это говорю это о себе говорю чтобы я о продуктах не думал то есть наше отношение к людям должно быть таким каким мы хотели чтобы одни к нам относились наше время очень часто особенно телефон социальные сети разные вот эти инструменты для общения там большинство случаев бывает именно такой разговор ненужный особенно там любят хаят алимов любят хаят работник муфтията самый худший для некоторых людей на этом свете это муфтият и его работники вот представьте вот здесь вот сидят вот эти столько людей для нас вот они что сделали плохое есть у вас среди вас кто-либо который они сделали плохо вот эти алимы есть я не знаю я точно я точно знаю что нету потому что алиму говорит плохо не делайте а когда они все работники например муфтията да и когда мы про муфтиятно плохо говорим это же плохо плохо мы говорим они что плохое вам сделали я вам говорю я тоже о себе для вас для нас всех я говорю не вам для общих любого из нас вот эти люди которые своими днями ночами работают для того чтобы донести для людей слово Аллаха слово пророка ricia они что плохого сделали для людей чтобы они вот так про муфтият плохо говорили не подумаем мы же должны об этом подумать вот например вот эти селения Дубки к примеру возьмем вот эта мечеть откуда она взялась это Джамат построил участвовал конечно в Джамат но Джамат не построил потому что Джамат 20 лет совершал Джуманамаз в такой маленькой мечети которая когда-то построила Советский Союз там пожарная часть была а вот эта мечеть другой медресе который я дам ремонт это кто сделал это же именно с указания Муфтия под руководством их представителей это все сделано вот это селение от Муфтия это какой-то заработал получил или же наоборот добро это же везде так поэтому прежде чем что-то говорить что-то распространять с чем-то согласиться надо реально извещивать вот это все на высок разум Аллаху Тхал нам разум дал вот эти люди для нас все плохое сделали они просто делают то что у них возможностях и плюс к этому от нас получают вот такие благодарности виды такое не бывает бывает у каждого бывает в какой-то мере даже если ты сам не согласен написанным но ты ее переотправляешь другим уже ты участник этого я долго говорю можно еще говорить это наболевший вопрос я вот почему я это говорю потому что мы же верующие мы же мусульмане написали Organized вот наши свины Аллаха Тхал здесь описал а если мы такими не будем для нас будет плохо будет для нас в том что мы делаем га jut я не говорю это гаmals то что мы говорим про этих алям алям это не га pounds гаос это но то что у них есть когда говорим это га Init А когда то, что нет уговоров, это не грибат, это бухтан. Когда мы говорим, что нельзя грибат делать, это неправильно. Бухтан не надо делать. Когда то, что есть уговоры, это грибат будет. Это одно второе. Но это никак не означает, что муфтият, работники муфтията, они все ангелы, которые никакие ошибки не совершают. Нет, такое не бывает. Люди, они люди. У каждого человека есть свои недостатки. Есть свои слабости. Они имеют право на ошибку. Ну, не имеют права, конечно. Аллаху Талла таким сотворил человек, который ошибается. Если, дорогие братья, мы увидели ошибку какого-то алима, какого-то работника муфтията, да? Аллаху Талла нам говорит, насиха делайте. Насиха означает, не интернет это снимать и распространять. Подойти к этому человеку прямо, лично к нему и сказать. Вот это твое поведение некрасивое. Исправливое его. Этому должны радоваться каждый мусульманин. Поэтому, дорогие братья, вот осерегайтесь, чтобы мы сами говорили такое. И поддерживали тех, которые говорят. И поверили таким разговорам. Для этого разговора нет никакого основания. Чем только они называют. Кафирами называют, вычерками называют, мутадиами называют. Это пророку Султана тоже говорил. Сахир, мажнун и так далее. Это Аллаху Талла всегда с самого начала сражения Адама так было. Но мы-то в этом не должны участвовать. От того, что некоторые говорят, это их грех, за который они отвечают. Мы-то не можем в этом участвовать, в этом деле. Я это говорю для нас. Чтобы мы этого осерегались. Чтобы мы не попали в грех. Дорогие братья, извиняюсь, что чуть-чуть так эмоционально выразился. Это на самом деле очень больной вопрос. Потому что его вред очень огромен для веры и для имана человека. Пусть Аллаху Талла оберегает нас от всего запретного. И самое главное, дает нам намерение, возможность хоба делать. Любой человеку, который дает грех, согрешает, но он должен покаяться. И если мы будем вместе поддерживать ту работу, которую проводит наш муфтият, в этом будет благо для нас, каждого человека имеется в виду, для нашего Дагестана и для всего мусульманского общества, где бы они находились. Поэтому давайте будем эту работу, которую проводят алими, поддержим их, окажем содействие. Если кого-то вы слышите, как они говорят про алимов, какой-то недостаток, скажите ему, давай пойдем к нему лично. Я слышал, что наш муфти говорил, вы не говорите ему, что у него этого недостатка нету. Скажите ему, давай пойдем к нему, лично к нему и у него спросим. Если про меня что-то плохое говорят, услышали, например, скажите ему, давай пойдем к Абдулла, он же там жирке живет, его спросим. Он больше этого не скажет. Поэтому дай Аллаху нам видеть истинно, истинно исследовать ему, видеть плохое и плохое, и осыргаться от плохого. И пусть Аллаху делает нас из числа людей, которые любят ильму алимов, сами стараются с алимами и самое главное исследовать полученным знанием. Саламу алейкум, раху алейкум, раху алейкум.